Хотя в начале урока мы с вами уже коротко обсудили за видовую значимость ауриста, все-таки еще нужно несколько слов сказать об особенностях его употребления. С чем связаны особенности его употребления, какие-то классы, категории употребления? С тем, что аурист не существует в вакууме. Слово в ауристе, хотя и обладает неопределенным видом, тем не менее финальное значение глагола складывается из, собственно, формы ауриста, с ее видовыми особенностями, из лексического значения корня и из контекста, в котором употреблено слово. И вот когда вместе сходится ауристность, особенности лексического значения и особенности контекста, возникает несколько стандартных вариантов, на которые нужно обратить внимание и которые периодически в учебниках грамматики обсуждаются, вот как категорию употребления ауриста. Эти категории перечислены у вас в конце урока в разделчике экзегетика. Первое, что у вас описано, так называемый констатирующий аурист, то есть просто представление действия как целого, фотография без обсуждения природы протекания этого действия. Пример констатирующего ауриста из учебника, ну, во-первых, из Матфея 15.39, Энебэ эйста плой он кай элтэн эйста ория Магадан. Он вошел, ну, как все, в лодку и прибыл в область Магаданскую. Магаданскую, по-моему, все на дальнем переводе, Магадан для нас роднее звучит, вот, будете у нас на Колыме, да. Хорошо, что мы здесь видим? Констатация факта. Вошел в лодку, прибыл в область Магаданскую. Ну, был-то факт вхождения, был факт пребывания. В принципе, такие глаголы, как, ну, пришел, да, пришел, прибыл, иногда называют не констатирующим ауристом, а завершительным ауристом. То есть, когда был какой-то процесс, он сдвигался, и потом этот процесс достиг кульминации, завершения, то некоторые грамматисты предпочитают называть такие явления завершительным ауристом. Ну, просто вот в классификацию Мауса этой категории нет. Ну, как яркий пример завершительного ауриста, например, с глаголом «умирать». Марк 5.39. Помните, когда там Иисуса позвали с девочкой, он там по дороге задержался за женщинкой, страдающий кровотечением, приходит, ему говорят, что она умерла, и вот его слова, конец 39-го стиха, то «поидион ук апетанен ала катудэй». Дитя не умерло, но спит. Вот это апетанен, апатнеско, с корнем «тан», аурист от этого глагола, ап приставка «э» приращение, «тан», корень «н» соединительного гласного, с окончанием, так что вот аурист от глагола с корнем «тан», умерла, ну, дитя умерло. Ну, это можно назвать констатирующим ауристом, то есть вот был факт смерти, ну, либо иногда называют завершительным ауристом, то есть вот процесс завершился, и вот какое-то вот такое терминальное событие случилось. Ну, для событий, которые по логике своей имеют такой ярко выраженный конец, когда аурист употребляется для писания этих событий, зачастую он завершительный, зачастую переводится совершенным видом, и вот этот вот совершенный вид, вот эта идея завершительности, она не из ауриста как такового берется, она берется из особенностей лексического значения глагола. Умереть – процесс, предполагающий завершение. Прийти – процесс, предполагающий завершение. То есть вот когда у нас глагол по лексическому значению предполагает на некую завершительность, терминальность, Тогда аорист приобретает завершительное значение, и тогда перевод глаголами совершенного вида на русский язык звучит очень естественно. Но констатироваться может и не завершение, а процесс. И вот еще один пример из учебника Откровения 24, «Эбоптис соусай метату Христу хилия» это. И они царствовали со Христом тысячу лет. Ну, учитывая, что у нас указан временной интервал тысячи лет, и учитывая особенности глагола «царствовать», если вас форма смущает, кстати, не обращайте внимания, это первое аорист, ну, мы просто сейчас говорим не сколько о вторых аористах, сколько об употреблении, которое первое или второе от этого не зависит. Так вот, они царствовали, естественно, являются процессом по лексическому значению слова. И такие глаголы переводятся, как правило, глаголами несовершенного вида. То есть у нас есть факт царствования, вот они царствовали тысячу лет. Следующая категория употребления аориста – это так называемый начинательный аорист. Ну, по своему названию он предполагает, что что-то началось. В большинстве случаев начинательный аорист употребляется с глаголами состояния. То есть, когда по лексическому значению глагол, видите, не из аориста только, но нам надо учесть глагол и контекст, когда по лексическому значению глагол обозначает какое-то состояние, то когда этот глагол стоит в аористе, в большинстве случаев это обозначает вхождение в данное состояние. Ну, для описания этого состояния более уместен там и перфект, и настоящее время. А уж если автор с тем, что по своей природе длительное, решил использовать аорист, просто не процессовальным временем это описывая, а временем, просто указывающим на факт действия, в большинстве случаев он это сделал, чтобы подчеркнуть определенный момент, то есть, когда это состояние возникло. Поэтому, если перед вами глагол состояние, то смысл аориста зачастую является вхождение в состояние, и нормальный перевод опять-таки с совершенным видом. У нас приведен пример из Матфея 22.7, «Ходэ басилэлус оргиста». «Царь же разгневался». Ну, что касается формы, мы ее через урок, даже не на следующем, а через урок будем изучать, но это тоже аористная форма. В данном случае нас интересует, что «гневаться» – это глагол «состояние», и в аористе «разгневался». Ну, или мы с вами уже про царствование смотрели из Откровения 24. Но давайте мы целиком посмотрим эту фразу. Там есть и еще один интересный пример аориста. Чуть раньше, в этом же самом предложении, «кай эдзосан, кай эбаптисэусан метату Христу Хилия Эдна». И вот здесь аорист от глагола «зау». Это первый аорист по своей форме, но все-таки это аорист от глагола «зау» – жить. Жить – это состояние. А в данном случае аорист глагола «состояние» достаточно естественно имеет смысл «ожили». И они жили и царствовали со Христом тысячу лет. Опять-таки, вот два аориста подряд. Один мы перевели совершенным видом «ожили», другой перевели несовершенным видом. «Царствовали» не потому, что там вот какая-то разница в формах, а разница связана с лексическим значением и уместностью в контексте. И аорист указывает на факт, связанный с жизнью, аорист указывает на факт, связанный с царствованием, но в контексте, в смысле, в связи с особенностями лексическое значение этих глаголов, ожили и царствовали самый естественный выбор переводов на русский язык. Мы с вами несколько раз говорили о том, что коррест изъявительного наклонения в основном имеет значение прошлого времени. И вот в отношении этого в основном нужно дать некоторое пояснение. Чаще всего, примерно 85% всех случаев, аорист действительно описывает действия в прошлом. Но остается еще несколько процентов, когда аорист говорит не о прошлом, но скорее просто сосредотачивает внимание на факте действия. Здесь есть два варианта. Аорист может либо описывать некий универсальный вневременной факт, и это так называемый пословичный аорист, и аорист может говорить даже об будущем, это так называемый восхищающий аорист. В качестве примера пословичного аориста, 1 Петра 1, 24, Ну, здесь аорист засыхать и аорист опадать. Поэтому можно было бы формально перевести засохла трава и цвет ее опал. Ну, по крайней мере, о какой-то вполне конкретной траве, так бы можно было сказать, вот, констатива засохла трава и цвет ее опал. Но из контекста мы понимаем, что Петр использует это не для описания какого-то луга, который он видит перед собой, а использует это как некую пословицу, как некий общий принцип наблюдения за тем вообще, что происходит в природе. И поэтому можно перевести это даже и настоящим временем. Там засыхает трава и цвет ее опадает. Понимая, что аорист указывает на эти факты, факты имеют такое общее универсальное пословичное значение, в виде контекст мы под влиянием контекста переводим аорист таким образом. Ну, и четвертая категория употребления по Маунсу, это предвосхищающая аорист. Иногда, не очень часто, но иногда бывает, что аорист описывает что-то, что должно произойти в будущем. Самый яркий пример из послания к римлянам, из восьмой главы, очень известный текст, когда речь идет о том, что происходит в жизни тех, которые любят Бога, призваны по его изволению, и говорится о том, что он их и предузнал, и призвал, и оправдал. И вот в конец 30 стиха «Кого он оправдал, тех и прославил». Оправдание – событие, уже произошедшее в жизни верующих людей, так же как предузнание, призвание и так далее. А вот прославление из общего контекста восьмой главы послания к римлянам, мы понимаем, что событие будущее. То есть прославление еще не произошло, еще не пришло в нашу жизнь. Но Павел говорит «прославил». Почему он использует аорист для описания того, что еще не случилось? Такое необычное употребление, когда вместо будущего времени аорист подчеркивает, что это точно, неминуемо произойдет. И вот это употребление аорист для будущего как выражение уверенности или близости того, что должно случиться, хоть и очень редко в Новом Завете, но зачастую в таких очень значимых текстах используется. Так что, еще раз повторяем, аорист имеет неопределенный вид. То есть он не говорит о том, как именно протекает действие. Говорящий использовал аорист, его используют в каком-то смысле по умолчанию, когда ему не нужно передавать информацию о завершенности, процессуальности и так далее, просто нужно сообщить о действии. Но вот это вот аористное значение соединяется с лексическим значением глагола и особенностями контекста и притворяется либо в констатирующее значение, часто переводимое совершенным видом, особенно когда речь идет о каких-то терминальных процессах, то есть процессах, которые имеют естественный предел, или несовершенным видом, когда из контекста понятно, что речь идет о длительности. Также может быть так называемое начинательное значение, особенно с глаголами состояния, когда аорист описывает вхождение в это состояние, и в редких случаях может быть пословичное значение, когда аорист описывает общий принцип и может переводиться вообще настоящим временем, и в очень редких случаях может иметь предвосхищающее значение, когда аорист переводится будущим временем и предназначен для того, чтобы подчеркнуть уверенность. Но пословичное и предвосхищающее значение редки, а вот констатирующее и начинательное довольно часто встречаются, и в констатирующем значении и совершенный, и несовершенный вид возможны, поэтому будьте внимательны и при переводе тот и другой вариант пробуйте, чтобы определить, какой из видов русского языка в данном контексте лучше соответствует констатирующему значению.